Какие идеи этого проекта принадлежат англичанам? И дальше выполнялся, несмотря на то, что все это понимали. И вот эта идея показалась англичанам очень важным для показа в октябре 1917 года в Лондоне. Мы праздновали столетие революции выставки Ансельма Кифера, для нас была своя история в этом. Но как только идея английской стороны возникла, мы решили сделать совместную историю, потому что было понятно, что такой проект должны делать несколько институций. И так возникла цепочка эстейта, эрмитажа и галереи Третьякова в Москве. Третьяковской галереи в Москве, которая и дает нынешнюю историю этого длинного проекта, который перемещается из одного музея в другой. Проект в каждом музее несколько отличается от предыдущего, потому что это связано и с отбором работ, и с включением тех работ, которые есть в этих коллекциях. Также и с общим пониманием, что такое Кабаков в современном искусстве. Несмотря на то, что мы сейчас находимся в таком глобальном мире, где, казалось бы, все у всех одинаково, тем не менее в Лондоне Кабаков будет один, в России будет другой. Также и в России, в Москве Кабаков – это художник московский, художник, который жил, работал там, откуда он уехал, куда он потом вернулся. Гермитаж – это совершенно другая история. Мы получили Кабакова как художника уже интернационально значимого. Мы получили его с Запада. Гермитаж был первым российским музеем, куда Кабаковы вернулись в 2004 году после отъезда из России. Поэтому для нас Кабаков такая очень личная история. История понимания, что такое современное искусство, вхождение в эту тему. И, собственно говоря, с Кабаковской выставки в главном штабе в 2004 году началось осознание главного штаба как возможного пространства для музея нового современного искусства. То есть каждый раз это три совершенно разных выставки. Несмотря на то, что экспонаты на них похожи, одни и те же зачастую, но они находятся в разных помещениях, по-разному осмысленны, имеют разную такую предысторию. Сейчас несколько переоценена роль куратора в современном мире. Все пишут про куратора, все считают, что куратор – это некая основная профессия, которая, условно говоря, контролирует универсум. Это не совсем так, это очень модный тренд сейчас. Но, конечно же, смысл его остается в том, что куратор, по большому счету, должен просто связывать институцию художественную с художником, не более того. И художник, как правило, сам лучший куратор знает, как нужно подавать свои вещи, как их размещать. И, в общем, проект «Арты повара», например, где художники выступают как куратор, очень хорошо это показывают, излишне говорит, что это главный проект, наверное, XX века в истории искусства. Соответственно, в случае с Кабаковым это та же самая история, когда художник действительно выступает как куратор, но при этом куратор, который делает Кабакова, он не должен становиться художником, он не должен, как сказать, играть ту же роль и ту же скрипку. Куратор – это человек, в случае Кабакова, трезво оценивающий то, что происходит с выставкой, как она двигается, как человек по ней идет и что он видит. И всегда, как в случае с Кабаковой, мы работаем уже много лет, и я с ними делал уже не один проект, это всегда некий диалог, это разговор с художником, может быть так, может быть иначе. Понятно, что ты не вмешиваешься в краски или в какие-то способы размещения, но это некий разговор о том, как это вообще все увидит зритель, как он придет, что он почувствует и с чем он выйдет. Понятно, что восприятие образов – это совершенно отдельная тема, мы ее здесь не касаемся. Что касается конкретно этой выставки, то она изначально замышлялась как ретроспектива, что нового для Кабакова, потому что ретроспектив он никогда не делал. Всегда это были проектные истории для павильона Бигеннари, для какой-нибудь кунстхали, для музея. Всегда некая инсталляция, серия инсталляций, истории, но никогда не ретроспектива. Здесь же проект совершенно традиционный, ретроспективный. Попытка увидеть художника, которого мы знаем как проектанта и специалиста по созданию пространств, увидеть его репрезентативно, то есть задать ему самому некую рамку последовательности. Здесь, конечно, большой конфликт и парадокс, потому что как мир художника, который мыслит о тотальной инсталляции, встроить в некую музейную ретроспективную форму, в этот шаблон. И вот на этом противоречии и строится вся выставка. То есть это и есть диалог между куратором и художником, диалог, так сказать, структурный. Музей мыслит ретроспективно, художник мыслит тотально. И вот в этом и есть некая уникальная сложность этой выставки. Пространство главного штаба уникальное и, в общем-то, очень мало оценено. Здесь не так было много выставок, и не так многие художники используют эту высоту залов, вот этот гигантский объем, вот этот воздух, который все это наполняет. На манифесте была инсталляция Томаса Хиршхорна, который использовал вот этот вот гигантский срез стены, который мы здесь видим. И в случае Кабакова тоже был красный вагон, который стоит в нашей постоянной экспозиции, произведение, которое, в общем, тоже играет с этой высотой и с этой вот объемностью, таких российскими просторами. Для данной выставки мы создаем совершенно такие закрытые пространства. Изначально была идея построить некий такой камерный модуль, который вообще бы закрывал всю выставку в себе, который замыкал бы всю эту историю. Но в итоге мы пришли к какому-то такому решению, где у нас будет и открытый пространство, и закрытый пространство, будут прорывы наверх, как встреча с ангелом, как лестница вагона, и будут какие-то более камерные истории. Но с самого начала было понятно, что для этой выставки мы не можем просто расставить экспонаты по залам, как-то расписать их по дворам и помещениям, что нам нужен дизайнер и нужен серьезный архитектор, который все это увидит таким техническим и трехмерным глазом. Мы позвали Андрея Шилюта, нашего старого друга, с которым мы делали не один проект, чтобы он концептуально это все осознал. Для Шилюта Кабаков это важнейший художник постсоветского времени, важнейший концептуалист, структуралист. И, конечно же, тот проект, который он нам предложил, и который мы дальше просто немножко отточили, и есть очень хороший ответ на ваш вопрос.